Что надо сделать секретов? Мы всегда говорили о том, что мы не видим от них достаточно неожиданных страт. Они играют стандартно, но они играют просто стандартно очень хорошо. Время ли неожиданных страт, или им просто надо собраться, перестать недооценивать противника и заиграть? Андрей. Мне кажется, у них сейчас была неожиданная страта, время ожиданных страт. То есть бейны, спиритбрейкеры, вайперы, может это все-таки не их немного. Но с другой стороны, я же говорил, что они как раз подбанили Клопу и Розора. Они забанили своих героев, а это, как правило, хорошо не заканчивается. Поэтому, возможно, просто нужна им та самая обычная дота, может быть, даже просто оставить почти всех героев, как иногда делал Пупей, правда он сейчас, конечно, не капитан, но тем не менее. Оставляем всех героев, враг что-то берет, и мы уже придумаем какую-то стратегию, исходя из того, что пул огромен. Отлично. Для E-Home. Я могу секретов еще повторить. Окей, смайл, давай. Повторяю, секреты, они тут по этим начальным каким-то мовам, они сильнее E-Home. Эта игра их была игра. Они ее отдали как раз из-за того входа в лес, еще раз повторяю. Там Bounty Hunter опять накидал треков, драка была проиграна, и потом по накатанной уже пошло. Если бы они сделали, как они задумывали изначально, просто все поснесли и зажали на хате E-Home, они бы выиграли эту игру спокойно, как они это обычно и делают. Сейчас они просто как-то играли расхлябанно, им просто нужно подсобраться, и вот такие ошибки в такие моменты не совершать. Собственно, я, к сожалению, не запомнил, кто высказывал ту мысль, что вот на таком стрече в Best of 3 первого, первом фактически на мейн-ивенте после группового этапа, они могут недооценить своего оппонента E-Home. Дред, это ты, кажется, говорил? По-моему, кто-то другой. Это я говорил. Это ты говорил, да? Ну, это сыграло или просто действительно они не отыграли из-за того, что общий уровень как-то смотрелся ниже, они не проснулись? Да секрет-то, они вообще рыбаки, они удочку так закидывают постоянно в каких-то матчах, когда недооценивают. Это стандартно для них. Это то, что было с фанатиками в первой игре. Фанатики на каком месте у нас сказались? На седьмом. С каким счетом? С плохим. Вылетели? Вылетели. А секрет-то с ними один-один сыграли, одни из главных претендентов на победу. Ладно, у нас начался пик, я думаю, к нему стоит переходить уже. Да, переходим к пику на второй карте. Ехом сразу же открывают как бы таблицу с того, что банят Лешрака. Сикрет отвечают баном Квапы и снова это бан их героя. Виктор Виверна. Вот-вот-вот-вот то, в чем нужно сейчас было сделать. Я думаю, это очень хорошее решение, конечно. Опять собираются, видимо, взять СФ и отдать Геракоптера Сикрет, но в этот раз без Виверны. Ну, без Виверна, это меняется все колоссально просто. На 200% это все меняется. Я думаю, сейчас СФ и Ехом должны забанить. Как ты так быстро посчитал. Тогда Геракоптера. Геракоптера дадут, но СФ просто реально Сикретовский. А, ну все правильно. Но они решили оставить. А, странно. Потому что я думал, они дадут Геракоптера, как обычно, возьмут своего Разора. Геракоптер Таск, может Геракоптер Дазл. Ну, да-да-да. Именно что-то из этого будет. Пока что Нага залетает вторым балмом для Ехом. Как вы и сказали, Team Secret сразу же берут для Артизи СФ. Сигнатурочка второго игру. Надеюсь, для их фанатов она зайдет в этот раз гораздо лучше. Геракоптер Дарксир, отвечает Ехом. Интересно. Это странновато, на самом деле. Интересно, но я напомню, что... Ну, возможно, кому-то не напомню, открою секрет, потому что это было очень давно и, возможно, уже неправда. Раньше, когда был очень популярен Дарксир на оффлейне, его контрили СФом. Просто ставят туда СФ, и Дарксир, по сути, крипов не восхитит. Я не думаю, что это сейчас вообще релевантно, как говорится. Если он, в любом случае, пойдет в мид, тем более это Радиант. Я думаю, что Дарксир они взяли с прицелом того, что у противника может быть Разор. Или же они взяли это с прицелом на то, что в прошлый раз Дарксира забанили. Возможно. В второй стадии. Возможно. Дузль. Ну, Дазл тот же есть. Скорее всего. Дан. Или Тоск. Ар. Я думаю, что команда Секрет, она не должна так поникнуть, чтобы что-то реально кардинально менять. Но Тоск или Дазл, это вот два таких хороших игр. Тиммак. Понятно. Нет, должна была. Короче, Секреты решили поиграть вообще. Вот не надо давить, пушить. Мы просто поиграем в фарм. А в фарме они очень хорошие. В фарме. Не, но пик так-то не самый плохой. Мы, если не ошибаюсь, еще говорили на групповом этапе, что это настолько сильная команда с таким колоссальным опытом. Чем дольше затягивается игра, тем сильнее сглаживаются вот эти мелкие ошибки. Возможно, недочеты в пике. И просто выходит вот уровень самой команды. Я в одной из аналитиков между играми и Хома говорил, что некоторые капитаны, они могут именно закрывать таким сильным героями сразу. А потом к ним уже допикывать субпорт. Это прям антимаг в первой стадии и не волнует. Да, это не волнует сейчас ни одну команду по какой-то простой причине, что никто не пикает Джеки Росса на кэрри. Ну, это правда странно. Пугнульку. Потому что раньше, какого-то время назад, себе команды не могли такого себе позволить. Просто потому что их моментально начинали пушить. И ты со своим антимагом мог оказаться в очень плохих условиях. Притом команды знали все виды пушей. Пушить типа через пугну или, например, пушить через какую-то дроу рейнджер. Что мешает сейчас им взять дроу рейнджер, надо брать визажей и подобные, и пойти вот таким пушем пушить. Ты знаешь, опять же антимаг и ShadowFinda, которые еще ничего не успеют купить. Просто к 10-й минуте, когда им будут уже... Я могу ответить, Ярослав, на твой вопрос. Сказалось бы риторически, но... Дело в том, что это турнир за 18 миллионов долларов. И команды к нему готовились. Готовились определенным полум героев, определенными пиками. А сейчас, если ты просто возьмешь себе 5 разных рандомных героев на турнире, при этом их особо не тренировав, как, допустим, в 2010-х годах, в 2009-х и так далее, то ты ничего не сможешь сделать, Ярослав. Поэтому команды боятся рисковать. Если уже, мне кажется, у команды совсем просто плохие шансы, они думают, то они, возможно, и рискнут. Но в данный момент, я думаю, что E-Home рисковать не будут. Странная мне видится подготовка команд, которые, зная теперешнюю мету, и что все собираются фармить и пикать антимагов, чуть ли не на ферст пик, странно мне видится, что никто не подумал, что можно запушить. Да. И не подготовил этого. Отдельный вопрос. Я, в общем-то, его и поднимаю. Ярослав, если бы мы были бы на этом турнире, то мы были бы готовы. Да. Да. Для Сэфа трудно пушить. Он к 10-й минуте собирает эти ПТ, там всякие Аквилы, Стики и Мекки, там к 10-й, там к 12-й минуте. И вот к такому Сэфу уже трудно зайти. В то время, как антимаг тебя уже сплит пушит. Тем временем, я еще раз озвучу, как развивалась картина, пока мы говорили. Собственно, Ихом подбанили Таска и Клокверка. Тим Сикрет забанили Баунти Хантера, который достаточно сильно помешал им в прошлой игре. И Лину. По последнему пику, в последней стадии банов осталась у команды. Если Ихом хотят брать вот этот пуш через дроу, то им надо его брать сейчас. Это было просто к примеру сказано, такого не будет, естественно. Такого не будет, естественно. Теоретически это могло бы быть, но такого не будет. Здесь вообще никакого пуша не будет. Сейчас они попытаются взять какого-нибудь героя на мид, чтобы тоже усилить свой лейт, наверное. Хотя кто их знает? И кто бы это мог бы быть, тоже хороший вопрос. Очень жалко, что мы не видим Алхимика. Действительно, очень жалко. Я могу поспорить, что в этой игре их секретарь. Драгонайт, кстати, могут забрать сейчас Ихом и пуш через него. Могут, ты абсолютно прав. Но, как сказал правильно Серега, Шадоу Финду тяжело заходить на 10-й минуте. А с Драгонайтом на 25-й, когда они соберутся, заходить будет в тысячу раз тяжелее. А Антимаг в тысячу раз быстрее будет все ломать. Темплар Ассасин. Это, кстати, не самый плохой вариант. Это на перспективку как раз обиваться, драться против СФ Антимага. Антимага-то чем они ловить собираются? Им сейчас нужно взять Леона какого-то. Пока непонятно. Но я уверен, что Сикрет просто его забанит. Никто не мешает взять Мистера Шадоу Шамана. Шадоу Шаман. Мистер Шадоу Шаман. Как вариант, конечно, как вариант. Китайцы должны его помнить. И пушить будем. Ну и подпушивать, подзажимать. Вообще, да, этими героями даже можно будет и сноуболить, если начало хорошее. Просто Антимаг же ничего не умеет. И Дазл, собственно, тоже в дефе. Сейчас как Котла возьмут, Сикрет, как чую вот эту игру. Дазл Котл? Мы поехали. А это нормально абсолютно. Мне кажется, Темплар. Было в свое время. Вообще, да. Чего нет-то? А вот как раз против пушеров. Ты пикаешь на пуш что-то, прям сразу какого-то героя. И тебе прям Антимаг Котл. Ответочка. Как Сикрет в лучшие годы. Прям только там был Фантом Лансер Котл. Тоже было не очень приятно играть всем командам против них. Так никто, в общем-то, панацею найти не смог. Пока Сикрет сами себя не победили, фактически распавшись. Ну, Сикретом самим, кстати, нужен Стан, да. Потому что, если так они взяли бы Котла, то Стана у них нет совсем. И кем останавливать тех героев, которых должны бить СФ и Магина? Непонятно. Магина. Сто лет не говорил этого слова. Тим Сикрет тем временем добрали еще одного суппорта с очень хорошим потенциалом на лейтгейм. Это Вич Доктор. Чего теперь не хватает им в их пике? Теперь не хватает хорошего оффлейнера, который не будет много требовать и будет полезен. Потому что КСФ и Антимаг Магина, простите, очень много. Все, теперь он... Очень много. До конца турнира Магина. Забирают они хрипов себе, Вич Доктор и Даззл, конечно, не такие требовательные ребята. Но Клокер в бане и даже не знаю. Хороший вопрос, кем будет играть здесь Зай, потому что все подряд в бане. Есть Сент Кинг. Я бы усилил какой-нибудь ауешеном прокастом, типа Сент Кинга, да. Тайт Хантер как-то не очень смотрится против Рубика, особенно опасный момент. Тайт всегда не особо смотрится, когда есть эти БКБшники. Ехоумы тем временем подбанили вот еще одного оффлейнера потенциального, это Брудмазер. Вот мы видели на самом деле этот герой в исполнении Team Secret, поэтому здесь ничему удивляться не приходится. Team Secret должны же забанить еще одного суппорта. Вы считаете, что это какой-то суппорт, который будет ловить антимага, то есть кто-то с мгновенными дисейблами. Ну, с мной просто ловить нечего. Один Рубик есть, один Рубик. Это контроль на полторы секунды. Аппарата, например, и пойти в тяжелый коридор для них. Нет, нет, нет. Почему нет? Да не стоит. По линиям секреты будут так разводить, что все равно ты будешь бегать за этим антимагом. Аппарата можно и в легкий коридор, и убивать хардовика, а потом пытаться сноуболить. Ты смотрел две игры назад, игру против товарища Фира? Вот абсолютно тот же самый наклевый сценарий в этой игре. У тех ребят был какой-то намек на то, что здание ломать. Эти парни могут и не ломать, они могут просто захватывать инициативу. Это очень хороший пик, согласен. Я вот только хотел обратить ваше внимание. И Магину контролят как раз. Магину, да, контролят в 2015-м. Найтсталкер залетает последним пиком. После того, как Team Secret действительно захотели подбанить одного суппорта, который как бы мешал бы жить антимагу, они забанили Бэйна, но зашел вот такой герой Найтсталкера. Мы видели на турнире несколько раз. Было бы интересно посмотреть по нему стату. Честно сказать, чуть ли не идеальный пик вообще здесь. Потому что есть вот эти две булки, Дазл, Вич, Доктор, и когда он побежит там в первую ночь, да, он суппор, да, он будет не особо маленького, большого левела, но все равно он побежит вот туда в лес, вражеский, ничего не даст делать. Этому антимагу будет вокруг него постоянно кружиться. Давайте ему мешать фармить. Антимаг не просто так будет стоять на линии и бить крипов. Найтсталкер заходил три раза у нас на турнире, только один раз успешно. Ну что ж, теперь посмотрим, добавит ли он еще одну игру к своей положительной серии игр Побед. Team Secret осталось пикнуть последнего героя, и это у нас будет Акс. Пара слов о вашем мнении, и мы будем уже передавать. Тяжело, на самом деле, сказать что-то такое, но очевидно, что Сикретом нужно обеспечивать антимаг магине. Если этого не случится, то, я думаю, остальные герои смогут сделать ему достаточно спейса, так что я думаю, игра рано не закончится, Ихом, точнее, рано не выигрывает. А вот Ихом, мне кажется, если не смогут достаточно агрессию проявить хорошую, вначале не задоминировать, то... Магина победит. Магина победит. Силана ей и Блонаром. Сикрет победят, в общем, в этой игре я авторитетно заверю. Сикрет победят. Вот бытует такое мнение. Ну что же, мы вроде бы уже по пику все сказали, все рассказали. Осталось только увидеть, как дальше будут развиваться события. Наши комментаторы вам в этом помогут. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. С вами по-прежнему Год Хант и Каспер, и мы продолжаем смотреть Ихоум Сикрет. Это карта по номерам 2, и Ихоум ведут со счетом 1-0. И если вдруг сейчас секретные наши ребята потерпят поражение, то... То я не завидую сетке лузеров, вот что я хочу сказать. Да, в лузерах выйдет жесткая резня, действительно. Но с другой стороны, учитывая то, как хорошо сейчас Ихоум отыграли, непонятно, что же все-таки хуже, Ихоум или Сикрет в нижней сетке. Но сейчас у Ихоум есть шанс пройти дальше по Виннерам, стать обладателями минимум миллиона с лишним долларов. И просто отдыхать некоторое время, ждать следующего оппонента. Ну давайте, поехали, поглядим, кто на ком идет играть. Команда Ихоум, уж у нас будет играть на Гирокоптере. Найтсталкер, Лан Эм, суппорт Найтсталкер. ДДС, суппорт Рубик. Сити Уай в миде на Темплар Ассасин. И АОТК, как официально звучит его никнейм. Но у нас он по привычке Ротк. Это Дарк Сир. Ну и команда Team Secret. Пупей, Дазл, Зай на Аксе, С4, Шадоуфинд, Куроки, Вичдоктор и Артизи на Антимаге. Да начнется битва, как говорится. Придется делать камбэк Сикретом, потому что нужно выиграть две карты подряд. Одну благополучно слили. Причем, как отметили наши аналитики, слили сами. Слили сами, действительно, стартанули. Сикретов на первой карте просто феноменально. В итоге, потом, чуть позже, на этой же первой карте, они смогли настолько удачно залить, что просто врагу не выживаешь. И касочки по двоим. И каски. Хороший бодиблок от Зая. И ДДС погибать здесь должен. Определенно слишком долго реагировал Рубик. И в итоге погибает. Вот нам подсказывают, что жадный пик играл уже 9 раз. 4 победы, 5 поражений. Не такая уж и разгромная статистика, как могло бы показаться. И вот правильные сомнения вызвал этот пик у наших аналитиков. Я тоже не понимаю, почему такие жадные пики не наказываются очень активными, агрессивными, быстрыми стратегиями. И сейчас у Ихоум есть реальный шанс это сделать. У них пушеров сильных нет. Нет, у них есть не пушеры, у них есть очень мощные бойцы. Это Найт Сталкер, это Темпларка, это тот же Гирокоптер, Рубик, который может подворовать что-нибудь толковое. Это действительно нереально мощные бойцы в начале, в середине игры. Ну Найт Сталкеру немножечко, конечно, левел не помешал. Но если вдруг первая-вторая ночь закончится для него более или менее успешно, этот суппорт тому же Дазлу или Вичдоктору просто жизни не даст. Нас тут внизу начинают подбивать немножко. Сейчас наверху Зая подбивают. Тут всех везде подбивают. Слушай, а Зая Борожон-то пробивает очень-очень некисло. Пупей пытается подблочить. Еще одна тычка не хватает. Но Пупей расстреливают. И это уже враг. Пауза. Пауза что-то случилось с Найт Сталкером. Он сейчас очень в невыгодной ситуации. А он просто встал. Он просто встал. Причем есть поджог у Акса. Он подрежет ему в спид, что позволит вышке сделать пару лишних тычек по Найт Сталкеру. И скорее всего это будет смерть. 5 армора это, конечно, здорово. Короче, что ты их драматизируешь? 296 хп. 110 атаки. Количество брони 25. То есть из этих 110 не долетает 25. Ну четверть. Ну ладно. Ну 27, ладно. Короче, суть не в этом. Ну поджог. Ну что поджог? Поджог первого уровня. 16 урона в секунду. Там дело не в уроне. Дело в... Смотри, в него попадет максимум 3 тычки. Максимум 3 тычки. 3 тычки по 75. Ты ему решать сколько в него попадет. Смотри. 3 тычки по 75. Это отнюдь не 300. Сударь. Это, ну близко. Ну так себе на самом деле. В плане близости. Смотри. Начинается игра. Гоу. Смотри. Раз. Два. Он даже поджигать не стал. 3. 3 тычки. 4. И если бы его поджог, он бы скуклился нафиг. Да не скуклился бы. 50 хп. Он бы еще тангус съел. В смысле? 50 хп. Причем тут это, еще бы тычка пошла, потому что у него 12% мувспит был порезался. Так у него последняя уже долетала на максимальном рейнже. Не важно это. Ну раз это не важно, тогда у меня больше нет аргументов. Ну вот и все. Скуклился бы. Я тебе говорю, скуклился. Зай зажал маны. Все было бы нормально. Ладно, Артизи на полном фрифарме. Антимаг, третий уровень уже. Икспуньо не лечит. Соответственно, качаться будет очень быстро. Качается без всяких плюсиков. Идет с пылы. Хотя, возможно, на четвертом сейчас начнутся те самые плюсы. Покупается топорик. Да, тут у нас интересная была битва за руну. Темпларка пришла. Точнее, не темпларка, а Ротк прибежал на линию, на нижнюю, на рунспот на нижней. Попытался руну отобрать, но, естественно, ничего не получилось. Вижу, манерный зай не стал поджигать залагавшего Ланэма. Какой, какие манеры? Миллион долларов. 18 миллионов. Шанс на 18 миллионов. 100% шанс практически на миллион. О каких манерах идет речь? Вы отмените здесь уголовное наказание, тут кровавая бойня начнется в ближайшие пять минут сразу же. Ну, я почти уверен, что так бы и было. У нас тут в миде достаточно серьезно проседает С4, играющий на шедуфинге. И что там у них по крипстату? 12-6, 9-2. Ну, опять же, мы проходили уже это в прошлый раз. То, что СФ нуждается в небольшом разгоне. И сейчас он его и получит. Я думаю, сейчас будет пятый левел, какие-нибудь третий кайлы. Темпларка очень хорошо сейчас ласт хейтит, за счет того, что иллюзии имеются. Ну, и счет пока 2-1. Антимаг. Вот, разберем пока тему с антимагом. У нас пролаг очередной, небольшой. Надеюсь, небольшой. Надо поджигать. Надо поджигать? Где? Где поджигатель? Я не знаю. Но надо сейчас срочно кого-то поджигать. Галемов. Например, Галема можно поджигать. Мне так нравится вот эта его картинка с второй обилкой. Смотри просто. Они очень пугающе выглядят на самом деле. Реально пугающе. Типа есть что? Вот реально есть что? У нас двое уже. Да, шарт сплит. Жаль, когда не убиваешь, появляются два маленьких, там 4 уже вот таких. И пока не остается просто вся карта засыпана. И у них там по пол хп, то есть ты даже просто наступая на них их уничтожаешь. И ничего за них не дают. За ничего. Они просто плодятся, все лагает. Да, да, да. Хорошо, что не мы делаем доту. Проблемы? Нет, проблемы даже не с коннектом. Проблемы с компьютером. Судя по тому, что там администратор. Вот она, крутая карта, друзья. Это суперкрутая карта. Радианты. А когда на ней начинается статик линк, он высасывает из одного героя в другого, и это все совпадает. Да, из одной будки в другую. Из одной будки в другую высасывается. Когда падает, мы уже говорили, коллдаун, да, героколктер. Там тоже такая здоровенная красная цель по центру. Ульт Джакира просто феноменальный. Там просто такой огонь на всю дорожку. Короче, выглядит суперкруто. Как я там говорил, если вы этого не видите, жаль. Жаль. По-моему, он вас хейтит, дорогие зрители. Хейти-рок? Я не хейчу. У нас тут, кстати, есть много русскоязычных зрителей, которые сидят прямо у нас за спиной. Где-то пять. Они с ней, их на самом деле намного больше, когда играли наши ребята. Разрозненно они сидят. Там было очень-очень много, так что если вы вдруг где-то неподалеку, например, в Сиэтле, то можете к нам заскакивать. Да, приходите. Да, да, да. Да, ну мы ждем, пока у нас парни все-таки настроятся. Вы можете пока зайти в Доту и купить наши автографы, например. Маркетинг Ловел 100? Легкий байт на Бугатти. Это моя фишка с Бугатти. Ладно, ладно, Калина. Хотя бы на Калину. На Калину если накапает, я вам благодарен, дорогие друзья. Да, если вы не поняли, о чем говорит сейчас Витя, я вам еще поподробнее расскажу. Маркетинг все-таки надо продвигать до конца. То, что зайдя в саму Доту, в магазин Доты 2, вы можете найти новые сундуки с имморталками. Их два разных сундука. И к ним можно прикреплять автографы. Не-не-не, не так. Одного из нас, из наших аналитиков, из наших всех вообще комментаторов, которые есть на интернешнале здесь сейчас. И, естественно, после того, как... Немного подробнее, дорогие друзья. Заходите в магазин, вбиваете в поиск, год, хант, высвечивается два сундука. И купили. И купили. Все. Продано. Продано. Не-не-не, так дела не делаются. В смысле? Тебя на Бугатти уже есть? Я до сих пор без Калины. Я пока потихонечку приближаюсь к колесу от Бугатти. Хотя бы. К диску. Хотя бы к покрышке. Ну, уже неплохо. Я думаю... Начало положено, Роман. Начало есть. Главное начать. Еще четыре покрышки. Можно уже начинать на диске собирать, я думаю. Будешь вот так вот ездить, как Бэтмен. Да, ну что ж там, ребята, в будках происходит, пока не совсем понятно. А вот, нам как раз подсказывают, что там происходит. Вроде бы все в игре, вроде бы все на месте. Я так понимаю, что сейчас последняя проверка перед боем, и мы продолжим. Пока только старт игры. Пока еще рано говорить о том, кто здесь все-таки победит. Начало хорошее у одних, у других. Нельзя сказать, что кто-то кого-то загнобил изначально на линии. Но вот, наконец-то отжали у нас паузу, и мы возвращаемся в игру. Купей пока остается в соло на оффлэйне. Соответственно, гирокоптер здесь на фри-фарме. Вот, если вы можете кому назвать. Ну, ровно точно так же, как и Артизи. У них абсолютно одинаковая ситуация. И по крипстацию при этом гирокоптер проигрывает. Ну, гирокоптер некоторое время стоял против героев, и он их даже ходил убивал. У них есть бонус. У них есть бонус в виде рутикея, который сейчас смещается в лес. Да, будет на полном фри-фарме АЭМ, он же Магина. И при этом рутикея будет вывозить айдемы в лесу. То есть, какая-то мека, возможно, у него появится, или еще что-то подобное. Хорстав, неважно, даггер для инициации, что угодно. Ну, вообще, да. Вообще, то, что Дарксир может самостоятельно фармить леса, это такой небольшой бонус. Учитывая то, что Сикрет сами бодаться не собираются в ближайшее время, то Ехоум могут, чисто гипотетически, при первой же возможности, при появлении первых каких-то хор артефактов, просто выйти и убивать. Да, Пупей умер. Будут ли телепорты от игроков команды Сикрет у Акса? Нет ХП. Акс уже здесь не появится. И находит Пупея. Рокет Беррэдж минус Дазл. Очень просто. Даже не стал на себя Грейм пешить. Не, он есть. 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 Он мог бы еще выиграть время какое-то, но решил, что... А хотя может быстрее умереть и быстрее вернуться. Это тоже... Возможно, это и был план. Не знаю. Пупехи-то точно виднее. И вышку уже практически спушили. Ее Хоум. Первый Тауэр, первые деньги. Первые командные деньги немаловажны. Заставили еще и ТП отменить. Ой-ой-ой. А это, по-моему, кто был? Кто летел с ТП? Ну, тот, кто на базе, наверное. Ну, у него просто лотов нет. Это Пупей, значит. А Пупей был. Да, потому что у Зая кулдауна на телепорте нет. Ну и Сити Уай в миде. Засел. Сидит. С4. Подошел. Ты понимаешь, что у Пупея нет сапога? Ну, это проблема суппортов, которые покупают телепорты, потом их отменяют, умирают еще при этом. Ну да. Пожалуй, именно так и остается. Очень много денег теряется. Антимаг там просел очень плотно. Вот неприятно ему стоять против Дарксира. Тем более, Дарксир в лесу быстренько на стаках получил пятый уровень. А третий щиток это уже... Это очень больно. О-бо. Ну вот, смотрите, сейчас подходит Антимаг. Вроде бы, если вы посмотрите прямо над ним, над головой, это не так сильно заметно. Но если выделить модельку и посмотреть на конкретный хилсбар вот здесь внизу, вы можете невооруженным взглядом просто увидеть, насколько быстро отлетает здоровье УАЭМа. То есть ты идешь добивать двух-трех крипчиков, в итоге теряешь изрядное количество хп. Ну вот, прямо сейчас. 40 хп это дело. Да. Ну а просто все умножаете на огромное количество повторений, и в итоге получите серьезную сумму. У нас тут Ротк пока делает отводы. И его находит. Да, его находит. Это будет минус Саутикей. Ты подожди. Ой, да ладно, может быть сейчас еще иншинты завалят. Койл. Да, отличный Койл. Не успел добежать Дарксир. План М третьего уровня. Кстати, Найт Сталкер пока что не особо реализован. Все прокачано по единице. В первую ночь особо много шухера не получилось. Да, это супор Найт Сталкер. Это другой Найт Сталкер. То есть Сигрет сами по себе играют достаточно пассивно. Плюс у них есть Дазл. То есть ты можешь либо убивать непосредственно самого Дазла, пытаться убивать. Потому что убивая СФа, ты, возможно, ничего толком не сделаешь. И вот сейчас попытка забрать СФа. Тут на месте Дазл. Ребята понимают, что надо разминать до тех пор, пока не будет потрачен Грейв. Потом, возможно, вернутся и попробуют забрать либо Дазла, либо СФа повторно. Но интервалы нужно сокращать очень серьезно. Потому что кулдаун там не такой уж и большой. 35 секунд. 35 секунд. Ну, я имею в виду, сейчас прямо осталось до следующего Грейва. И можно за это время успеть. Юж имеет кулдаун. Естественно, выход мидал может состояться. Очень рискует сейчас сильно купей находясь. Там юж-то найдут. СФО, будет ли кулдаун? Да, видит его Юж. Нет, тут уйти не получится. Офигенный выход от Гирокоптера. Просто невероятный агрессивный мув, который приносит огромные плоды его команде. Да, подрезал СФ у души. Оставил его без фарма. И минус Пупей. Это минус Пупей. Даже есть Грейв. Есть Грейв. Так и Птоку. Он проживет этих 5 секунд, но он не выживет здесь никак. Вот он. Это Пупей. Возможно, просто не хочет кулдаун на Грейве начинать, чтобы если вдруг начнется драка прилететь с Телепорта, сразу же подсейвить. Это также весьма весомый аргумент. Потому что 35 секунд. Ты понимаешь, ты умер. Ты появляешься. Делаешь ТП. Прилетаешь. А у тебя еще 25-30 секунд. КДЛ. Кулдаун. Зай. Подцепил. Тут у нас еще и Куру нашли сейчас в лесу. Каски залетают хорошие. Но Куру, скорее всего, все равно погибнет. Хотя нет, тут антимаг и Дазл. Тут очень много людей. Куру продолжает хилять. Нападение на Артизи. Артизи под сайленсом. Артизи пытается пробивать. И Куроки. 5 секунд еще до касок. Есть. Вот он Грейв, который был бы необходим. И Артизи успевает уйти с блинка. И при этом выжил Зай. Выжил Зай на топе, которому не хватило ровно одной твички от гирокоптера. Да, еще. Еще и ДДС здесь погибает. В итоге минус 2 от команды Сикрет. Они дают бой. Крапалей просто не хватало, на самом деле, Яхомом, чтобы додавить. Что на топе, что на ботами. Одной тычке. Это тот самый противный Дазл со своими Грейвами. Если грамотно не менеджерить это время, да, тайминги между его спасительными обилочками, то между его спасительными обилочками, что же я начал заговариваться-то. Так вот, если этого не делать, вы рискуете попасть в Просак. Просак выглядит так, как только что нам продемонстрировали Ехоум. Что будет забирать Templar? Смотри, ПТ Аквилы. Либо Даггер, либо Дезолятор. Обычно сейчас так пакуются. Вот, хорошо. Нападает на С4. Это минус С4. Однозначно. Никуда отсюда СФ не денется. Ну, о каком подсеве может идти речь? Дазл бы даже если сейчас на вышку прилетел, СФ находился слишком далеко. И Дазл пока пытается в миде получить левел. И я уверен, что это будет третьего левела уже Грейв. Клдаун будет всего 30 секунд, а это уже весьма быстро. Артизи, ПТ Персиверон, 150 на руках. Десятая минута игры. В принципе, если все так же продолжится, то БФ будет тайминговый. Да, вот мне на Ланэва интересно посмотреть. Все-таки роль у него весьма необычная. Это Суппорт Найт Сталкер. Ему тут еще Пупей помогает Крипчиков добивать. Так вот, Суппорт Найт Сталкер это специфический персонаж. С одной стороны он вроде бы немного якорный, с другой стороны... А Билки-то у него все равно неплохие. При наличии ватных суппортов у противника, его воид, он крайне эффективен. Все-таки там микростанчик есть, можно сбивать Дезвард, допустим, у Вичдоктора того же. Плюс Сайленс. Сайленс ночью, который действует просто огромное количество времени. Да, даже не то чтобы Сайленс, ты понимаешь, это вешать на АЭМа 50% миссов. Вот что, наверное, гораздо ключевее. Ты прав, абсолютно прав. Многие забывают про эту замечательную способность. Многие, как и я только что сказал, думают, что это только Сайленс. Но это не так. И миссы... Я был свидетелем пары матчей, когда эти миссы были серьезной палкой в колесах коня, с которого потом падали. Как мы уже недавно разбирали. Это падает с коня неприятность. Секреты могут про это рассказать. 19-7 уехом с гиро в 6.84. Неплохо. Хорошая стата. Да уж. И Найт Сталкеру прилетает урна. Урна уже неплохо. До следующей ночи остается не так много времени. Плюс у него уже имеется левел 5. Это третий войт. Это 255 урона. 4 секунды замедления. Очень неплохо. Пока только одна спушенная вышка на топе. Ситяй. Касочки. На этом все. Ну вот. Рефракшн сбить не могут. Одними касочками сыт не будешь. И продолжается правда фарм сейчас. У Шадоу Финдая. Сэф на первом месте по Найтворсу с отрывом в 500 голды. То есть у него уже будет мека. Вот то, о чем, опять же, наши аналитики вспоминали, что СФ достаточно быстро фармит себе на меку. В итоге с ним драться просто намного тяжелее становится. Нельзя его так просто подойти и запушить. Он намного активнее принимает бой. И намного эффективнее в этом бою, естественно, становится. И вот он Миканзен. 12-я минута. Очень недурно. Но сетевая продолжает ковырять вышку. Тут же... Уш. И выход. Дожгли Ланема. Ночи искусственной нет. Калдаун кинули. Зайс сможет сагрить. Правда, очень много. Демжи получает еще и Войт. Артизи будет ли нырять вслепую? Спанули Ланема. Плохая очень позиция у Ихома. Здесь нужно просто уходить, отдавать этого товарища Ланема. Или же нет. Слушай, они нападают сейчас на С4. Есть стенка. Хорошая стенка. Ну и теперь иллюзии начинают драться. Каски, правда, прыгают очень недурно. Артизи с блинка вынужден уходить. Убивают здесь Зая. И скорее всего не уйдет Курокин. Да, Курокин здесь тоже будут убивать сейчас. ДВС ворует каски. Сейчас при первой же возможности их скорее всего кинет. Или даже не будет кидать. Не дает кинуть Курок. Касочки в итоге очень удачная драка для Ихоум. Ну, казалось бы, она начиналась совсем провально. Но в итоге вот этот жирный Найт Сталкер, которого долго ковыряли. Хороший врыв Дарк Сира с его стенкой. Все это перетекло в плюс для команды из Китая. Да, Дарк Сир свою стеночку очень там подпортил всю ситуацию. Когда три иллюзии появились, они начали сжирать много внимания, скажем так, на себя. Да, ну и пока я смотрю на этого Дазла, он совсем бедный. Причем у него не появился третий Грейв. То есть у него кулдаун по-прежнему несколько выше. Решил подхил качать ВПА. Подхил удобно брать, когда АМ близок к Монте. То есть когда появляется Монта Стайл, но можно много демэджа нанести через эту связочку. Еще одна Т1 падает. И еще одна Т1 команды Team Secret осыпалась. Тринадцатая минута. Обращаем внимание на творцы. Топ-1 СФО. Следом идет Герокоптер и СТА. Они примерно одинаковые. И преимущество у Яком около 2000 по золоту и 250 по экспириенцию. Очень-очень неплохо. Вот, опять же, ночь идет сейчас. Найт Сталкер бегает. Очень много вижена агрессивного у ребят из Якома во Вражеском лесу. Они понимают, что врага во Вражеском лесу нет. Значит, он находится в их собственном. И сейчас будет стычка. Кулдаун не достает по Пупею и по Артизи. В итоге Пупей тут, естественно, умрет. Но Артур сделал ТП-аут. Ну, много времени выиграли. Т1 потеряли на... Ой, извини, там СТА. Артизи. Подмыл дом. Так как он его пробивает? Ты посмотри, Артизи еле живой уходит. Он его через крипа пробивал. Так больно-то. Там скоро дезолятор будет. Я немного не понял. Просто рейндж был очень большой. Скорее всего, через крипа. Да, CTY. Задрот. В хорошем смысле этого слова. Из кабинки выйди. На улицу сходи. Прогляйся, воздухом подыши. С4. Я думаю, нам бы тоже не помешало. Мы уже тут второй или третий день света белого не видим. Ничего страшного. Ладно, смотри, СТА. 1700. Я сомневаюсь, что это будет Blacking Bar. Я больше всего уверен, что это будет Дезолятор. Дезолятор. Да. Он покупает второй Митрилхаммер. Он будет пытаться ваншотить Дазлов или Вичдокторов. Это хорошая затея. Учитывая, что уже неплохо лидирует. С4 очень серьезно проседает. Но Пупей дождался момента. Грейв не понадобился. Да и Хом поняли, что они ничего тут не сделают, увидев Дазла. Зай пытается дофармить свой даггер. Двух сотен не хватает. Но дофармит, понятное дело. Главное сейчас файт ни в кое не врезаться. Ой-ой-ой. Вакуум. Уро. Летают кассочки. И Ланнем решает отступить. Ну, да. Против двух пацанов они здесь вряд ли бы смогли пойти. Все еще нет БФа. 16-я минута. Нет БФа. Нужно дофармливать. Сейчас будет вот после пачки крипов. И должен быть Сайленс. Есть Сайленс. И просто терребл, терребл дэмэдж. Минус Аркизи. Какая плохая смерть. Ему не хватало 50 единиц золота до ботов Юри. Теперь он снова откатился. Ему придется фармить. И появляется Фейзилл Найт Сталкера. Тут у нас прыжок. ДДС отбрасывает назад Акса. Но сам он уже пригорел. Поэтому проиграл. Ой-ой-ой. Слушай, а там Гирыч? Фейдболт. Мансит. Нет, он не домансил малость. Гирокоптер уже должен был напугать оппонента. Но Сикрет не дрогнули. В этот раз они действуют несколько более уверенно. Даже в ситуациях, когда... Он не захватывает доминатором собаку и не фармить с ней. Не знаю, потому что он не профессиональный Гирокоптер. Я не знаю, но просто... В прошлой игре он это делал. Он в прошлой игре делал отводики на Эйншентах. И сейчас мы видим тоже стоит тут рейнш-скрип захваченный. То есть он в основном делает отводы на Эйншентах. У нас минус Рошан. Айгис достается Сити Уайю. И у него уже полторы тысячи. То есть вот эта покупка Дезолятора, она в итоге окупилась. Забрали антимага, заработали лишнюю голду. И до следующего артефакта в итоге остается не так уж и много. Да, если это даггер, то вообще гроши. Попадение на Ужа. И... Погонщик бьет. Но тут минус. Это минус Курок. Минус все сейчас будут. Погоня за С4. У него даггера, естественно, нет. Он пытается сделать тэп и аут. И ему сбивают. Ну, пока что Юхоум просто хоронит. По-другому не скажешь. Да, есть антимаг. Всегда не стоит про него забывать. Потому что этот пацан всегда имеет возможность сделать камбэк. За спидпушить и так далее. Но команда пока просаживается очень сильно. А им отстает порядочно. Вообще все игроки Сигрет сейчас отстают по таймингам. Просто потому что Юхоум задали очень жесткий темп. Антимаг отстает буквально на 2 с половиной минуты примерно от тайминга Battle Fury. Точно так же нам только что наш статман показал, что Зай очень серьезно отстает от даггера. По средним таймингам, если сравнивать. И Юхоум могут за Сноуболить. Они уже этим занимаются. Мы сейчас открываем графики и видим, что они ведут уже 7 тысяч голды. Абсолютно ждет купе. Это решил отойти. А ведь мог. Мог дождаться. Так а что? Вот ее сейчас вообще никак нельзя убить. Драться с ней тоже вроде бы не особо полезная затея. Потому что там появится какой-нибудь надсталкер. Появится, не знаю, гирокоптер. И вы уже проиграли за мест. Независимо от того вообще сколько вас там. Антимаг пытается найти фарм во вражеских лесах. Он находит его. Его тоже находят. Юхоум понимает, что АМ сейчас в отчаянии. Но и нужно... Ракетку надо прокачать хотя бы в единичку. Она будет вижен давать по нему. Во-первых. Во-вторых, не нужно особо за ним гоняться. У нас была игра, когда вот такой вот антимаг. Спалили ДДС. Ледва не выиграл каточку. Да, вот есть. Не знаю, что он тут делал на самом деле. Загулял немного. У Ланема две тысячи голды. Что же это будет? Аганим сразу. Аганим хорошая штука, потому что Темпларке удобнее будет гоняться за врагами. Здесь Кираса очень будет хорошо. Кираса будет неплоха определенно. Но Ланем решил все-таки в Аганим выйти. Не, не, не. Для Найт Сталкера это слишком, как говорится, бомжовый артефакт. Он против антимага очень хороший. Так, против антимага у него уже есть он сам. То есть зачем еще дополнительно какие-то миссы, если есть просто свой фир. Криплинг фир, если я не ошибаюсь. Так он и есть. Что Юж чуть-чуть до Блэйкинг Бара. Герокоптер с Блэйкинг Баром чем пробивать? Единственное, что будет дэмэдж хорошо вносить, это Дезвард. Который сбивается ментально вакуумом. Вакуум уже четвертого уровня. Соответственно, с огромного ренджа может стянуть этого Вич Доктора. И шансов ему не даст. Две минуты до конца Егиса. Вакуум очень неплохо в итоге может получиться. Вот он, Даггер у Темпларки. Продолжает Ситиуай фармить. Продолжает он прессовать немного нижнюю линию. В итоге парни из Сикрит не могут особо фармить свои леса. Там вообще все трэпами заставлено. Очень много Вижена. Сейчас Смогу. А, и пока на линии. Да, прилетает Смог. И Хоум. Входят Смоки. Сикриты зажимаются. Они боятся. Они опять боятся. Они знают, что их могут спануть. Не выфармливаются даже свои леса. Ты посмотри, абсолютно все споты есть. Их пытаются найти. И ведь сейчас найдут. Того же Схоум мгновенно можно изничтожить. Если Темпларка запрыгнет. А она может прыгнуть, потому что у нее есть Даггер. Нападение на С4. Отличная стяжка. И коллдаун прям по С4. Грейв, естественно, сразу же ставится. Хороший каски. Ланамо в результате убивает. Дезвардам. С4 тоже погибает. Но Зай. Отличный слэм танк. И минус 2. Вразменно ошибок. Ты понимаешь, что с СТА не дрался. Он запрыгнул в кусты. Не смог сделать ни одного удара. Я это понимаю. Понимает ли СТА. Насколько была это вообще роковая ошибка. Артизи сплитит. Очень грамотно сплитит. Тир-2 вышка начинает проседать. СТА просто делает тэп-аут. Вот такая вот нелепая, казалось, ошибка у Темпларки в итоге стоила замеса. Да, этот Вич Доктор должен был погибать с двух хитов. Да. Просто с двух хитов. В итоге Дезвард отстоял все время. Зачем было брать... Дезвард двух типов отстрелил по итогу. Ну, нельзя тратить вакуум. Либо Вланар должен... Темпларка, если бы она прыгнула, как должна была прыгнуть, она бы убила Вич Доктора. Либо же спугнула его. Хотя вряд ли повелся ВД на пару тычек в свой адрес. Но, тем не менее. Вот он появляется, Владмир, у антимага. И попытка, что, тоже собрать Владмир от Ланема неожиданная вдруг после приобретения поинт-бустера? Ну, не знаю, не знаю, насколько это правильно. Может, попросили? Возможно, возможно, кто-то попросил его об этом. Эгита Бессмертных только что была изъята. Пять минут до следующего Рошана Артизи начинает фармить вражеских Эншентов. Но его тут сейчас будут наказывать, безусловно. Сейчас должен быть вакуум, который не даст ему уйти. И Сайленс. Отлично сыграно. Неплохо сыграно. Как говорится в простонародье. И Эншенты, и АМ достается команде Ехом. Артизи перенаглел немного. Зная то, что он забирает крипа и вижен, по нему есть 100%, не видя оппонентов на карте, надеяться на то, что они довольно-таки далеко и стоят фармить, это опрометчивое решение. Ну знаешь, тут это уже next level. То есть, а вдруг они думают, что я думаю, что они думают. Артизи мог подумать, что Ехом предположит, что он не настолько отбитый наглухо, что пойдет после того, как он спалился, фармить этих Эншентов. Возможно. Он именно так предположил. Возможно предположил, что он их слишком быстро успеет убить. Но, как мы видим, он ошибался. И Ехоум сыграли хорошо. Сити Вай просто какие-то там феноменальные вещи сейчас пытается делать со своими пси-блейдсами. Он постоянно старается выбирать наилучшие траектории, чтобы и динайить с эффектом от пси-блейдс, и просто добивать своих крипчиков, чужих героев пробивать. В общем, потеют, стараются сейчас Ехоум очень сильно. Логично, что стараются. Битва-то ни много, ни мало за Лямбаксом. Я бы тоже старался, наверное. Но имеется такая возможность. Так, вот он БКБ на Шэдоу Финде. Окей. Сэфа будет сейчас чуть сложнее пробивать, но проблема в том, что физики сейчас тоже уже очень много у Ехоумов. Темпларка имеет 250 дэмэджа с рефракшеном, плюс еще появляется Яша. Да, доп-мув спид. Сокращает быстро дистанции. Контроля бы чуть больше на антимага, потому что хватает, конечно, через вакуум, если очень быстро оказаться рядом. Так, тут сейчас палец Сити Вай. Ну вот палец, мне кажется, умышленно. Должен понимать антимаг, что Сити Вай сам ему ничего не сделает, что можно эту темпларку в виду иметь. А рядышком стоит Найт Сталкер, готовый бреваться. Сикреты. Сикреты выдвигаются в Смаке. Сити Ай в это время выфармливает с жуткой скоростью веса. 17 уровень уже имеется. На Ланэм напалим. И будут отбирать сейчас Гем. Это минус Ланэм. Тут же Сити Вай. Сити Вай. Гем не смог забрать, потому что просто нет слота. Зай успел уйти! Стакгер будет. Две секунды. Артизи тоже упрыкивает. Отличный. Все убегают от этой темпларки. Никто не может с ней ничего сделать. Сити Вай ошибается с прыжком. И в итоге Артизи уходит. Уходит, украв Гем Зай. Отличная игра. Отличная игра от Сикреты. Да, все было на волоске. Все было на грани. Рассчитать Зай там никак не мог, потому что не хватило действительно тычки от темпларки. Даже тычки, полтычки. Там полтычки, да. Там просто лишний бы демедж какой-то зашел. Хотя вот, опять же, Кристаллиса пока еще нет, поэтому про лишний демедж не может быть речи. Ты думаешь, математика там была от Зая? Нет, я говорю про то, что доля рандома, она была все равно сведена к минимуму. Да. Так и есть. Но появится сейчас Кристаллис? Я так подозреваю. Вряд ли это Сия будет или что-то подобное. И опять фарм Эншентов. Ну, вот она темпларочка, которая их очень успешно фармит. Гирокоптер тут тоже решил подмазаться немного и получить немного деньжат. Темпларке 2900. Ей нет смысла собираться в диффенс. Она сейчас является очень жесткой убийственной единицей, которая запрыгивает и делает пару тычек даже потому что... Да, на самом деле тяжеловато немного, потому что каски очень неприятные, там еще мало ли чем зацепят. Хотя мало ли чем тут не особо котируется, ведь тут действительно кроме касок почти все остальное пробивает БКБ. И если ты их так сильно боишься, конечно, можно потратить 4000, но я думаю, что... Можно потратить их на МКБ и делать им одну плюху. Вот, 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 вот. Именно к этой мысли я и хотел подвести. С языка снял? С языка снял. Ладно. Юж, 2700. Также, наверное, МКБ какой-то будет. Артизи успевает. Ну, на самом деле, ничего не грозило здесь Артуру, потому что даже если бы Ланэм сбил ТП, пару блинков в сторону... Сайленс. Сайленс, ну хорошо, просто я вам в Сайленсе. Там слишком все далеко. Там недалеко... Нет, ТП на Т1. Там Тампларка была недалеко, на самом деле. Тампларка могла бы попробовать подключиться. Какой-нибудь прыжок с блинка, плюс моспит у него неплохой. Ну вот, Ехум немножко подостановили. Сейчас мы поглядим на графике, видим то, что фармят они все равно чуть-чуть быстрее. Они уже почти 10 тысяч. Они бегают много. Ты посмотри, вот раз Пупей на топ подпушил, они смещаются всей толпой на топ, чтобы отспануть Пупея. Пупея там уже, конечно же, нет. Единственный бонус в том, что СТА из-за этим не бегает. Он стоит как фармил ботом, так и фармит. Попутно свои леса выфармливаются. И стоит обратить внимание на то, что Акс купил Госс Кептер. То, что вот так быстро не убирали. Контроль от Агры никто не убирал. Ты 3,5 секунды держишь их на себе. Бьют они тебя или не бьют. Ты он неуязвим, по факту становишься. Да, ты неуязвим. Ты крутишься, они тебя бьют. Ну, стараются бить. И ты все делаешь круто. Ты держишь их на себе. Это дает возможность ССФУ скаставать ультимейт. А ему там вырезать кому-то ману. Возможно, запустить успешный мановойт. Это тоже немаловажно. Цепляют кого-то медвия, подтащили. Но это нет. Это мгновенная смерть. Тут Уэс Кушан. У него еще есть БКБ, поэтому он может уйти. Плюс хоста. И на хосте Шадуфин все-таки убежал. Я думаю, что это мгновенная смерть вообще будет. Я тоже бы предполагал, я так понимаю. Не хватило ее немного, действительно. Рошан появляется. Появляется Рошанчик. Так, у сетевая Дейдалус, я тебе так скажу. Неплохо. Просто Дейдалус. Если залетит Крит, не дай бог, через Пси Блейдс кому-то. Ну вот, 825. И это еще с минус 7 единицами брони. То есть, по Вич-Доктору это будет 825. А Вич-Доктора 1100. Да. Это полторы тычки. По Дазлу хватит, возможно, и одной, если он где-то немножечко подкоснется. Хотя нет, у него останется все-таки 5 брони. Ну так, Темпларка гораздо быстрее доберет очередные айтемы на демэдж, чем Вич-Доктор соберет очередные айтемы на хп. Но да, да. Хотя у Вич-Доктора уже имеется ГОСТ. Так что, выкуси Темпларка. Бить тоже не получится. Я вижу уже этот файт от Сиккетов, когда все нажимают ГОСТы, и один СФ смотрит и говорит, вы что, прикалываетесь? И все начинают метелить СФа. Там, кстати, в ГОСТа нормальный Войт от Найт Сталкера залетит. Да, по суппортам, кстати, можно будет пытаться разваливать. И холдаун может какой-то хороший залететь в итоге. Но время тянут Сиккрет очень классным. В итоге пока что Йохоум пытается играть с Аэмом. Они умеют играть с Аэмом. Они знают, что с ним делать. А Йохоум должны понимать, что те умеют играть с Аэмом. А это значит, что нужно просто не тянуть кота за органы. И прессовать максимально быстро. Тем более, что Аэгис есть. Бояться нечего. Ждать какой-то очередной артефакт. Ну какой еще может быть артефакт? Разве что на гирокоптере что-то нафармить. Где? Какой МКБ? Зачем тут МКБ? Кому МКБ? Чтобы просто был микробаш первое. Зачем тебе тратить 5,5 кусков? Вернее, фармить. Пытаться сейчас 5,5 кусков. Наперед бутерфляя, чтобы обломить ему бутерфляй сразу. Я пытаюсь сказать, зачем ребята тратят время на фарм. У них есть все, что необходимо. Будет МКБ или не будет, разница невысока. К тому моменту, пока Темпларка нафармит на МКБ, у антимага тоже будет какой-то лишний артефакт. Купей видит? Нет, Купей должен кастовать ТП-Аут. Купей кастует ТП-Аут. Вакуум. Минус Купей. Заколол Дарксир его. Зацарапал Найт Сталкер. Ситяй. На Ситяй увидел, кстати, С4. Да, возможно, он и будет это делать. Причем у С4 там гаста нет. Я вам так скажу. Очень больно. Просто невероятно больно. Ну, нет, да, знаю. Нечему помочь. Кстати, СТАй почти взорвался, на самом деле. Вот сейчас пошла Мека. И пойдут добить. Байбэк у СФа нет. Это же тактика стеклянного разрушителя от команды Ехоун. То есть у Темпларки нет ни одного артефакта на живучести, кроме Power Threads. Ну, Даггер, конечно, может являться таковым, но... Статов он не дает. Тут 50-50, да. То есть либо ты напал, либо ты убежал. Если же речь идет о конкретных статах, это ПТ на интеллект в данной ситуации. Смотри, что творят. Они просто отводят урсой крипов. И не дают зайти на хайграунд. Да, нормально делают. Появляется SolarCrest и Montastyle. Montastyle хотя бы успел появиться до захода на хайграунд противника. Ну и вот он, Баттерфляй, от Ужа. А вот это печально. Печально, конечно же, для Team Secret, потому что пробивать пока Баттерфляй нечем. МКБ там не появится в ближайшее время. У Артизи, потому что БФ, Montastyle и Пусто. И Пусто? И Пусто. Это тоже такой слот? Да, артефакт такой, да. Он зачастую у всех суппортов есть. Даже в нескольких слотах. Да, только что с этой урсой был очень забавный момент. Очень классно сделали Сикреты. DC нужно украсть у Артизи Блинк. Чем он сейчас и занимается. У него теперь два блинка. У него теперь два блинка, он может инициировать. Не успел Найтсталкер. Чуть-чуть не успел. Там уже третий Криплинг Фир. Кстати, можно попытаться успеть сейчас. А там он доставил. Да, там Люкман он доставил. А вот Зая. Зай. Зая. Заю убьют. Заю убьют. И там уже Сетевай рядышком. У него секунда кулдаун на блинке. Ему и не успели его сбить. И тут тычки какие. Ну все-таки болезненные тычки по С4. Раскастовый ЦСФ. Тут же Зай. Дезвард стоит. Все в куче. Дезвард по-прежнему стоит. Вот он только сейчас. Кура, до которого добрались. И прогоняют Сикретов на базу. Темп Ларка прыгает. Два удара. Минус один. Минус два. Минус три в итоге. И Зай зажат. ФТ-2. Его бить не пойдут. АМ отпушил бот. Извиняюсь, ботом. Мидл лейн, чтобы не запушили ребят из ЕХОМ. Но на ботоме крипы очень близко. Да, ботом это слабое звено. Это Хелесова пита сейчас командой Сикрет. Потому что по этой линии можно попробовать зайти. Еще 44 секунды не будет Шадоу Финда. Там есть Аигис еще. Не стоит забывать. Но ему там осталось минуту, наверное, жить. Где-то полминуты осталось. Это хватит на файт. Конечно, хватит. И вышка под минус армором. Нет, Глифа это по-любому минус одна сторона. АМ находится глубоко. Но он не успеет засплитпушить. Они гораздо быстрее снесут. Намного быстрее. Это минус первая сторона. Они сейчас должны смещаться в мидл тут же. Не рискуют. Пока не рискуют ЕХОМ. Слишком надежно играет команда из Китая. И в этом их винить, естественно, нельзя. Очень классно отыгрывает ЕХОМ. Появляется Гуардиан Грифс у Дарксира. Да, и МКБ готово у Темпларки, если не оставляет на байбэк. Пропадает Аегис. Но я думаю, СТА и будет оставлять на байбэк. Не стоит так рисковать. МКБ того не стоит. Сейчас не та ситуация, когда МКБ является критическим артефактом. Потому что воротов там нет. А дамагер наносит и так слишком много. Ну да. Хотя, видишь, не стесняюсь. СТА покупает манки Кингбар. И у нас 6-слотовая Темпларка. Не, 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 еще есть. На 30... На 33-й минуте. Да нет, ну даггер является неотъемлемой частью. Ну, Яшу собрать в Сию или в Монте. Вот, Яшу, да. Разве что апгрейднуть во что-то типа Монты. Да, или еще что-нибудь в этом духе. Но в итоге 6-слотовая Темпларка. 33 минуты. Неплохо сыграно. Где-то вот ГПМ. 636 ГПМа. Неплохой очень показатель. Да, для 34-й минуты это очень хороший показатель. Можно открыть байбейки. Отпушивает АМ. Понятное дело, что он будет всеми методами пытаться не давать крипам на топе подойти к Т2. Потому что там еще Т2 стоит. Все три стороны забрать за хода не получится. Ну и тут Смоук. Тут Смоук. Найт Сталкер заимеет прямо сейчас практически Аганим, который ночью будет давать тонну Вижена. Очень важный Вижен для Темпларки. Потому что она не будет прыгать сейчас на Абума. Она будет прыгать по конкретной цели, как, например, сейчас на С4. И четыре удара. И Зая, что ли, хочет еще? Вакуум есть? Нет, вакуума нет. Опа, Артизи. Нападает Зая. Отличный Агр. Просто офигеннейший Агр. Сидевай погибает. Рубик успевает у Дизблинка. Но за ним отправляется Антимаг. Форстапову угол толкивает. Минус два. И Ротикей тоже цепанул. Пошли кассочки. Минус Армор на Стаклоса. Там буквально пару тычек надо. Прилетает сюда Юж. Начинает наваливать Антимаг. Пришил пасануть. Уходит Зай. Много дэмэджа. Будет ли Агр? Есть Агр. Дезвард настреливает. Как много урона летит по Южу. Но он просто регеется. Стяжка. Будет ли Сайлент Судай? Сталкера есть. Сайлент Спортези. Он не уйдет. И Куру тоже погибает. Минус четыре. Трипл килл от Ужа. И это... Байбэк от Аэма. Байбэк от Аэма. Да. Кларке не придется делать байбэк. Потому что не успеют добраться до этого момента. Киэхоум на базу, чтобы даже попытаться разлисти. Ну и слишком силен гирокоптер. Но теперь ситуация такова, что у Антимага кулдаун на байбэке. Возможно, прямо сейчас он поспешил. Хотя его бы в любом случае разводили. Ладно. Тут не думаю... Думаю, можно не тешить себя надеждами, что этого байбэка не произошло. Есть кулдау на байбэке. У Тэмпларки этого кулдауна нет. И сейчас можно смело отправляться в последний бой. Смерть Антимага будет означать ГГ. Именно. Без Антимага защищаться будет практически невозможно. Шадоу Финт не стал настолько непобедимым персонажем, чтобы его очень серьезно боялись. У Дараксирана и Творц несколько даже выше, чем у СФ. И вы видите вот эти 200 атаки, Мека, БКБ и всего лишь Доминатор. Все, что удалось на фармите С4 на 36-й минуте. Возможно, кстати, подождут Рошана. Да, минута до Рошана. Это тоже будет правильно. Да, это будет чересчур правильно, потому что у Гирокоптера появилось МКБ. У него также нет байбэка. Дэмэдж у него прибавилось очень порядочно. Он сейчас может саппортов просто угробить, стреляя по мейнкере. Да, и вот сейчас Ланэм, этот типичный Найт Сталкер с Аганимом и Гемом. Он просто бегает возле хайграунда. Он просто девардит все. Сейчас мы включаем вижн команды Сикрит. Они не видят ничего. Вот так вот мы включаем. Все. Ребята слепые, как котята. Я рифмой начал говорить, что-то здесь не так. Все печальненько. Да, ну и CTY. Дальше-то что? Дальше-то только байбэк остается. 700 голды еще до байбэка. Ждут Рошана. Рошан появится. У них там трэпа стоит. Они его сразу увидят и пойдут сформанут. Драться туда Сикриты вряд ли пойдут. Ой-ой-ой. Тычка может быть. Артизи. Антимаг прыгнул просто на голову своему оппоненту. Тут подтягивается еще. И будет Сайленс, наверное, не на того кидает Сайленс у нас Ланэм. А возможно и на того. Да, там же есть Монтав. Возможно считал, что Зай как раз не сможет его сбросить. И в итоге Артизи погибает. Как это произошло? Дезвард, да пофиг на Дезвард. Просто пресс форвард ту вин. Ехом пойдут заходить. На базу команде Сикрит. Темп парка делает еще два удара. Минус Сайл. Ге-ге-ге. 2-0. Ехом проходят дальше. А Сикрит падают в лозера. Я что-то не вижу чересчур большой радости на их лицах. Как будто, знаешь, на верочку отработали тренированное. Да, 7к ММР откатали. Знаешь, так. Типа плюс 25 ПТС, а все норм. Ну ладно, я на самом деле шучу, потому что игра была крайне напряжённая У Сикрет почти получилось Мне Дазл кого-то напоминает Дежавю? Дежавю, ну нет, на самом деле у него 6 ассистов Я бы не сказал, что Купей здесь плохо сыграл Он вроде старался, но просто задавили Вот реально задавили Ихоу мы играли очень агрессивно 37 минут 37 минут, ребят, для антимага Это только вот начало той самой игры, когда можно сплит слушать Слишком жадный пик В итоге этот жадный пик был наказан Спасибо огромное, Ехоум, за то, что они показали, что это можно делать Спасибо, ребята, вам огромное Мы, я думаю, ещё не скоро увидим Сфов, антимагов, там, морфов в одном пике Да, нельзя Ну, много раз нам показывали то, что два керри иногда сильнее одного Например, та же игра против Na'Vi Но эти керри могут быть не настолько жадными Вот в чём дело Другое дело, там сами Na'Vi затягивали игру до этой 60-й минуты Когда давали возможность двум керри набрать столько, что их просто задавили Тут же, ребята, ну, у вас два керри, хорошо А у нас была Na'Vi И он пошёл убивать И в итоге очень-очень круто сыгранная матч от YouHome Его, естественно, по полочкам разберёт наша гениальнейшая студия аналитики А мы с вами на сегодня прощаемся Увидимся уже завтра Ну и, ребята, слово вам Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо нашим гениальным Касперу и Гатханту Но не гениальнейшим В любом случае, вот какая интрига у нас развернулась во второй день группового сетки интернешнл Группового плей-оффа Я аж настолько переволновался, глядя на эту игру, что уже заговариваться стал Сразу же врываемся в интервью с ROTK, которое прямо сейчас у нас берёт Кейси Секрет сейчас топовая команда А мы молодой состав Да, они очень рады, что они смогли одолеть такую команду Как вы можете отбросить тот факт, что, как ты сказал и как многие считают, Секрет сейчас действительно одна из топовых команд Возможно, самая сильная команда Как вы можете просто забыть об этом, отбросить это в сторону и сконцентрироваться командой И играть, показать свою игру Мы просто тренируемся целый, каждый день Мы просто вставали, встали в 10 утра и посмотрели абсолютно все реплеи игр с Секретом Секретов Ну, плохо И просто старались выложиться на полную И выучить, как победить у Секретов И у нас это получилось дважды Как ты себя чувствуешь и как вообще пошёл драфт, то есть пикабаны Как пошло это в двух играх Переводи, чё ты Ну, я, в принципе, бы справился Пики говорит, видишь, удачная доля Да, вы это действительно доказали, как говорит Кейси Поздравляем с этими решениями Смогли ли вы насладиться этим моментом? Или вы уже смотрите вперёд на матч ЕГЭ, который у вас в скором времени будет? Да, мы, конечно, ждём и будем готовиться к матчу ЕГЭ И мы уже победили Секретов, это было очень для нас важно И это делает нас более уверенными в себе В этом турнире, и это была очень важная победа для нас в этом турнире Какие уроки, ну, что ты выучил с прошлого года, занял второе место в CG С ВИЧ и гейминг Что ты привёз на этот год, возможно, из того опыта? Ему просто, скорее всего, за кадром переводят тоже параллельно Ну, Жень, давайте же полиглот, ты 700 языков знаешь, давай, переводи Что ты стесняешься? Что, Женя, я не хочу вас задавить Это мой тёзка, только китайский В финале тактика и стратегия были плохо выбраны И в этом году я выучил этот урок на своём опыте И исправил и то, и другое Кейси говорит, что строг ты к себе очень, РОТК Он говорит, да, строг, действительно строг В прошлом году А в этом году ты, типа, хорошо справляешься? Он солидарен с Кейси Спасибо, РОТК, за интервью И с нетерпением ждём матч с ЕГЭ Отлично, вот прослушали мы коротенькое интервью с РОТК Он вот рассказал про то, как они подготовились конкретно к матчу против Сикрет Мы увидим уже по результатам, что подготовились Они очень-очень хорошо Стало для очень многих неожиданностью, что Сикреты проиграли Таким образом отправятся и дальше уже будут проходить Если будут проходить, то по сетке лузеров Мы же с вами вернёмся конкретно к матчу, который мы посмотрели Вот нам показывают сетку Теперь мы видим, что Сикреты попали против IG в нижней сетке Дальше уже про этот матч мы поговорим, возможно, чуть-чуть позже Конкретно же про только что закончившееся противостояние у нас Надо, надо, надо обсудить Надо поговорить, надо всё-таки показать В конце концов, как просто раскладывали того же антимага, магину Прошу прощения, я забыл, что мы в прошлое отправились Попрошу И СФ Ну, здесь, как и в первой игре, на самом деле Мне тоже очень нравится драфт команды ЕХОМ В обеих играх эта команда перепикала и переиграла То есть здесь и на стадии драфта чувствуется уверенность у ЕХОМ Что заставило команду Сикреты поставить С4 на Шадоу Финде в мид То есть этого ещё не было Я не сомневаюсь в его скиле на СФе, но просто команда так не играла И, возможно, это всё-таки то, что заставило чувствовать себя не совсем комфортно команду Сикреты Ну и передвижения по карте Вот ЕХОМ просто великолепные Гирокоптер, который сместился со своего топ-лайна, убив вышку И пришёл за Т2 в миде и убил СФ, а просто в спину вышив Это просто было великолепно прочитано Тут несколько тимфайтов мы будем наблюдать Хотелось я отметить следующие Сикреты По-моему, немножко, или даже не немножко, довольно сильно надломились В первой игре они напикали слегка самоуверенный, прямо скажем, самоуверенный пик Потому что в последнее время они себе позволяли разные вольности на разных турнирах Под вольностями я подразумеваю пики типа Тейкесов там Кстати, вот тут интересный момент Сетевая его, может быть, сейчас не видно, а вот сейчас будет видно Он прыгнет в лес и всю драку простоит вот там в лесу Поэтому эта драка более-менее ровно вышла, даже в плюс для парней Сикреты Потому что сетевай просто застрял А у него была Егис У него была Егис Если бы он прыгнул нормально, то здесь ЕХО могли игру закончить сразу же Ну, так вот, собственно говоря, кстати говоря, интересный момент Сейчас это будет показано Тут, после того, как вот тут умер у нас ЕСФО И должны были пушить просто ЕХОМА ЕСФО УРСОЙ своей увел крипов Ну, мы этого, к сожалению, не увидели Но увел он крипов просто и тем самым отменил пуш Так вот, вернувшись к, в общем, к тому, как этот матч проходил В первой игре слишком самоуверенно напикали Сикреты Недооценили, действительно, скорее всего, оппонента слегка Во второй игре они подумали Ну, ладно Оппонент сильный оказался, нужно что-то придумывать И просто взяли своего антимага, которым они много выигрывают Который у них очень жестко отыгрывается Но вот как раз то, о чем мы говорили Хорошая команда, знающая, умеющая Пускай не пушим, но знает, как наказать такой пик ССФ антимаг — это плохой пик, если честно, на первые два Но это неадекватно Это должно наказываться, это наказывается Яхом — молодцы, Ротикей — царь Ну, это наказалось лишь ласт пиком Баланара Ну, это весь очень агрессивный пик Темпларк, Баланара Ну да, это сноугольный пик И что характерно, Яхом после того, как собрал Мекку Ротикей Он сразу на Дарксире купил себе гем То есть, чтобы не отпускать врага Чтобы разбивать варды, чтобы антимаг не мог спокойно сплитить и набирать преимущество У антимаг не так много крипов убито в конце игры То есть, мы видим по крипстату даже обычного антимага к этой минуте там 450-500 крипов Его жестко зонили Темпларка почти всю игру выфармливала его эншентов Просто по КД там находясь То есть, они действительно очень круто в макро отыграли эту игру Яхома Ну, на самом деле, у них пятый пик остался с суппорта И вот лучше, наверное, пика, чем Баланара Еще раз повторюсь, наверное, не нашлось Как раз это Баланара дал возможность им бегать Да, он много в игре сделал Мы, кстати, видим, что подняли темп игр Valve Команды уже на следующее противостояние заходят у нас на свои места А это значит, что оно уже совсем скоро начнется Дредд, ты более-менее отмолчался в нашей постматчевой аналитике Ну, как-то получилось так, да Поэтому тебе достается почесть подвести итоги Ну, хорошо Подводя итоги, Сикреты сыграли хуже Мне кажется, потому что они были как-то, ну, недооценили в первой игре А во второй игре может быть просто парочка ошибочек Вот в драфте, антимаг на второй пик И уже действительно просто-напросто никуда он не лезет Никого толком убить не может СФ страдает, потому что внимание не может быть дельно обоим героям И в драфте не получилось у них И потом в игре, соответственно, тоже Ну что ж, спасибо Таким образом, у нас получилась ситуация, в которой трое из наших аналитиков Не совсем попали со своими предугаданными результатами Но ничего, к этому мы вернемся Сейчас же нам стоит уже задуматься о следующем противостоянии Команды мы, как видели, уже вышли, заняли свои игровые Команды мы, как видите, уже вышли, заняли свои игровые